Запускаем. Как можно выключить свет? Как можно отнять мать, у ребенка, которому пять лет? Нет. 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 Человеку знать не дано, сколько времени будет он жить, но дано выбирать одно. Как ему с этим временем быть? Жить. 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 Как научиться в мире жить. Уметь любить, уметь прощать. И до конца себя отдать. И до конца себя отдать. Жить. 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 Как научиться просто жить. С людьми родными рядом быть. Вместе мечтать. Вместе любить. И каждым мигом своим дорожить. Как можно простить врагу? Как не перейти черту? Как слезы сдержать в груди? Видеть рассвет впереди? Надеяться и верить. Прошлый день уже не вернуть. В этом будущей жизни суть. Передать. Сохранить. Простить. Нашим детям здесь еще жить. 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 Ж Заря, заря, обвинется земля. Заря, обвинется земля. Жить, жить, жить. Как научиться выгодить. Обвинять я худренней за них. Просто любить, просто мечтать. С сердцем своим этот мир согревать. Я помню себя в свои 18. Музыка, спорт, стремление меняться. Тогда в мой успех никто не верил. Но вопреки сумел я подняться. Я помню, как все кричали мне мимо. Учеба, работа невыносима. Единственный сэн, единственный шанс. Дипломом ГУ, это мой стимул. В моих же истории все по-другому. Вылетел с курса, не одобрили дома. Тогда мне сказал один мой знакомый, Что самый богатый в стране ездит дома. Я слышал диагноз, я был-то в больнице. Смотрел им в глаза, смотрел прямо в лицо. Ныне ноль, желание жить. Не парочку лет, а минимум 30. Минимум 30, минимум 100. Никаких если, никаких но. Уныние якорем тянет на дно. Пора все менять, все решено. Я сделал себя, чем ты хуже. Ты можешь так, но чем ты хуже. Пытайся за шанс своими руками. Меняй свою жизнь вместе с нами. Жить, жить, жить. Как с тобой. Как научиться просто жить. Как с тобой. Не борь, не борь, не улыбай. А человеком просто ждать. А человеком просто ждать. Просто жить. Композиция очень великолепно звучит. Прекрасно прописано. И то, что я вот опасался, что может быть неудачно вписан рэп, тоже удачно здесь написано. И в стилистике такой молодежной сделано. Чтобы толчок придать. Есть и один нюанс. Под такой красивый трек. Последний куплет. Он получился очень слабым. Потому что он является подытоживанием. А в подытоживании у нас выходит «А человеком просто стать». То есть вот такая фраза. Трагедия ее заключается в том, что человек воюет. Человек обманывает, убивает. Это тоже делает человек. И получается, что он и так является человеком. То есть когда... А человеком просто стать он. Он им и есть. Вопрос в том, чем наполнен человек. Моралью или собственными интересами. То есть или какими-то высшими взглядами. Или идеологическими взглядами. То есть чем его наполнило. То есть мы все люди. То есть каждый из нас человек. И получается такое подытоживание. А человеком просто стать. Мы являемся человеком. И нас определяет, чем мы себя наполнили. Или перед этим, чем нас наполнило окружение, в котором мы формировались. И даже если взять просто человека, когда он рождается, какой душой он был наполнен. Какой у нее жизненный опыт. Это совокупность физического и духовного уже соединяется. Потом внешняя среда. То есть родители, общество. И это все делает тем человеком, которым он себя проявляет. И от этого зависит, что он будет делать. То есть получается, последний куплет, он очень слабый. И его сглаживает только фраза «просто жить». То есть это такой высокий уровень, когда такой занавес, он неуместен. То есть нужно было это раскрывать или немножко другой итог сделать. А тут такое чувство, что автор струк, он настолько увлекся, что в конце не знал, как это все подытожить. И решил это подытожить, а человеком просто стать. Скорее всего, он считает, что есть только человек, только тогда, когда он не убивает и не воюет. Трагедия ситуации в том, что там тоже человек. Как бы это ни хотелось нам не признавать, допустим, в этом-то и трагедия. Если мы не будем видеть в них людей, они тоже у нас людей не будут видеть. И тогда то, что здесь не хотелось бы, чтобы происходило, оно будет дальше происходить. Дальше эта противоречия будет только нарастать. Одни будут других считать нечеловеками. Поэтому все остальное здесь великолепно реализовано. То есть траг очень воздушный, красивый. Потом его через рэп приземляют, то есть приближают к большему охвату слушателей. И затем из-за этого контраста или этой задачи автор строк неудачный финал, который сглаживается просто жить фарадой. То есть да, мы все с вами просто живем. на самом деле. И наша жизнь настолько значима, насколько мы сами ей предали. Ну, или окружающие ей значимость предают. По сути, она равноценна всем, кто вокруг нас. Отсюда и говорится, что все равны. Потому что у всех есть возможность получить эту наполненность, ценность. Или наоборот, приземленность, ценность жизни другого человека. Вот такие впечатления. Сейчас еще дополню. Александр написал, да, очень красивый и светлый трек. Рэпчик осмысленный, но все-таки слегка инороден, как по мне, в этой композиции. Но трек очень сильный. Ну, они стремились создать вот эту приземленность именно из-за популярности сейчас рэпа в молодежной среде. Что и привело к тому, что пошел дисбаланс. То есть автор не смог подытожить тогда эту композицию. Потому что она у него очень воздушная такая. Ну, как раз вот о высшем. То есть земля, заря, новая жизнь, рассвет. И здесь вот такое больше приземленность. Приземленность, когда эта заря появилась. Ну, вот сочетание он хорошо сделал. Заря появилась. То есть вот пришел человек в эту жизнь. Говорит, у меня вот такой старт в жизни был. У меня такой. А знаете, а вообще есть люди, у которых вообще как бы есть заболевания, которые эту жизнь пытаются у них каждый день отнять. Но они готовы жить очень долго. И бороться за каждый божий день. Тоже прекрасно. Но потом это нужно было все подытожить. Все эти сочетания. Как раз создать тот вывод, который я вот сейчас с вами делюсь. А последняя строка, ну как бы, последняя строка смягчает. Но последний куплет этого не делает. То есть он просто начал... Мне кажется, автор, выполнив эту задачу, иссяк творчески. И потом, как мог, так эту строчку и дописал. Ну, как бы не строчку, а куплет этот дописал. Он сам шероховатый. Жить, жить, жить. Как научиться просто жить. Но это он опять. Куплет, знаете, как стремление опять разжечь огонь вдохновения. Он у него не разгорается. И отсюда вот эти строчки. Не воевать, не убивать. А человеком просто стать. А человеком просто стать. Просто жить. Короче, все. Все. Точка, точка. Я больше не могу. Именно вот такое ощущение, что, видно, сроки поджимали. Потому что здесь нужно было над этой строчкой еще посидеть. Довести ее до той кондиции, которая необходима всему произведению. Для того уровня. То есть к постепенному возвращению и подытоживанию вот этого сочетания, которое заложено в композицию. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова